Приветствую всех, кто с нами, зрителей Управда ТВ и гостей в нашей студии передачи «Слово и дело». Вот кого мы сегодня пригласили к разговору. Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта города Ульяновска Игорь Бычков. Здравствуйте. Наш эксперт с точки зрения законности, с точки зрения юриспруденции, руководитель УФАС по Ульяновской области Геннадий Сперчагов. Заместитель директора НИИ перспективных промышленных технологий УЛГТУ Денис Ефремов. Здравствуйте, спасибо, что откликнулись. И известный ульяновский блогер, активный автомобилист и автор популярного телеграм-канала «Бомбилограмм» Владислав Каталымов. Но для ясности, о чем сегодня наша передача, сначала посмотрим сюжет. Каждый автолюбитель знает, припарковать машину в центре города – задача трудновуполнимая. Улицы Гончарова и все прилегающие к ней просто забиты автомобилями. Иногда паркуются даже в два ряда. Автовладельцев уже не пугают ни штрафы, ни скандалы с водителем зажатой машины. Выход, правда, пока еще в теории найден давно. Нужны платные парковки. Пока такая парковка возле торгового центра «Энтера». Но и тут проблемы. Ограничивающий движение шлагбаум всегда открыт. И что делать? Ну, когда с шлагбаумом, мне кажется, лучше было. Когда он работал, то есть можно было хотя бы на полтора часика машину поставить, свое дело сделать, уехать. А сейчас вообще невозможно. То есть какие-то платные парковки, они, мне кажется, намного благоприятнее будут влиять на все это. Машин, что и говорить, очень много. Тем не менее, не больше, чем, например, в Германии, где на своей машине в школу ездят даже старшеклассники. Парковочных мест хватает всем. При том, что улицы подчас гораздо уже ульяновских. Сами автовладельцы видят решение проблемы так. Да не хватает, конечно. А что делать? Подземные парковки строят. То есть строить подземную парковку? Конечно. Почему нет? Торговый центр сразу подземная парковка и все проблемы решены. Вы сюда приехали парковаться, ездили? Ну нету, вот поэтому я здесь стою. Нет. А как вы думаете, как можно решить такую проблему? Не знаю. Специалисты должны решаться. Будет ли когда-нибудь услышан глаз народа или будет предложено еще какое-то решение проблемы, пока не ясно. Понятно одно. Жить так дальше становится все сложнее. Совершенно точно. Если проблема не будет решаться, то у людей будет расти негатив. Но самое занятное в этой ситуации, если проблема решаться будет, негатива будет предостаточно. И мне вот интересно. Я знаю, Денис Александрович провел подготовку предварительную и сделал срез общественного мнения в аудитории в интернете. Ваши данные коррелируют с нашими респондентами в сюжете? Мнения разделились. Если мы посмотрим на аудиторию ВКонтакте, то мнение примерно 50 на 50. За и противники. Там проголосовало 54 человека на сегодняшний момент. Не так много, кстати. Не так много, согласен. Но голосовали те, кому это важно и кто этим интересуется. Потому что моя аудитория около 2,5 тысяч человек. Что, в общем-то, немало тех, кто заинтересован. Для Фейсбука мы видим другую картину совершенно. Вот я могу показать. 58 человек проголосовало. 74 за, 26 против. Я думаю, что объясняется аудиторией Фейсбука более профессиональной аудиторией, которая там находится. Профессиональная с какой точки зрения? Профессиональная с точки зрения ведения какого-то бизнеса, решения каких-то больших вопросов. У меня сложилось такое впечатление, что люди, которые голосовали в Фейсбуке, они думали о каком-то общем деле, о системном решении проблемы. А вот друзья, которые голосовали ВКонтакте, они больше думали о каких-то своих проблемах, о каких-то своих интересах. Понятно. Влад, согласен с сюжетами, не согласен? Ты как? Ну, я соглашусь. У вас вообще вопрос парковки не столько актуален вопрос платной парковки, сколько актуален вопрос наказания водителей за неправильную парковку. Потому что найти парковочное место в городе, в принципе, не так-то сложно. Потому что я, ну вот последние три дня, я как минимум по два раза в день парковался в центре. И как бы найти место в радиусе там пяти минут ходьбы было вообще не проблемой. То есть проблема возникает в том, что водители хотят именно припарковаться рядом с входом в ту организацию, в которую они идут. То есть они просто не хотят идти пешком. Поэтому я не вижу вообще такой проблемы, что нужны какие-то дополнительные парковочные места. Они, конечно, нужны вот в каких-то определенных локальных таких местах. А в целом в центре города нет. Ну, не знаю. Я как автолюбитель, как автомобилист, мое мнение прям кардинально противоположно с твоим. Я буквально вчера ездила в налоговую инспекцию, я пыталась там припарковаться. Вчера мне это удалось. Позавчера я туда не попала только по той причине, что абсолютно все места заняты. А вдоль ЦУМа просто похоже на то, что люди приезжают на работу, встают в 8 часов утра и до 7 часов эти машины стоят просто. И встать невозможно. Я припарковался на Энгельс. Вариант. Вариант. Игорь Юрьевич, вот все-таки проблема существует. У власти, у города есть решение или хотя бы намерение, желание, возможности, пути? Ну, здесь вопрос тоже спорный. Тут, скажем, однозначного такого решения, что это благо или не благо. Но я думаю, что этот вообще вопрос в контексте отдельно только платный парковок рассматривать не надо. Он должен рассматриваться в целом с городской всей инфраструктурой и с общественным транспортом совсем. Если мы сделаем вплоть до того, ну, в разные города европейские по-разному поступают. Кто-то вообще делал там почетно-по-нечетно въезд запрещал, да. Кто-то вообще ограничил на какую-то часть въезд в зависимости от дня времени, там, дня недели. Но такие уже экстремальные случаи. Если мы будем вводить платные парковки, то надо предоставить гражданам будет альтернативу в виде гарантированного проезда на общественном транспорте. Тогда уже те, кто пользуется своим транспортом, приезжая на работу, оставляют его, чтобы они понимали, что им будет выгоднее приехать общественным транспортом и занимать парковочное место. В таком ракурсе, да. Но это требует более глобальных положений развития. В настоящее время по городу мы, скажем, контролируем такую ситуацию пока только установкой знаков. За соблюдением дорожных знаков, проложенного движения, контроль ведется ГИБДД. Есть центр фотофиксации, у них есть несколько машин-парконов. Но хотя я думаю, что работают они, ну, крайне недостаточно, могли бы более активно работать. Потому что проблем, в том числе и с парковкой на остановках общественного транспорта, в том числе и в центре города, очень много. И когда уже маршрутные транспортные средства вынуждены вставать на дороги, высаживать пассажиров, хотя и к ним тоже много замечаний, я тут не буду их выгораживать. Но этот вопрос надо решать в комплексе. Ну, все-таки, вот опрос мнения в интернете показал, что люди не то что просят, не против платных парковок в городе. И если весь мир идет по этому пути, может быть, это все-таки решение проблемы. Вероятно, я немножко наивно размышляю. Если есть какой-то ресурс, которого всем не хватает, значит, этот ресурс нужно каким-то образом распределять. Деньги – это один из возможных путей распределения этого ресурса. Не проще ли заплатить там 20 рублей за парковку, быстренько сбегать в ту же самую налоговую инспекцию? Ну, если помните прекрасно, наверное, один из примеров платной парковки, это вот была у нас площадка Аквамола, да, первоначально, когда создавалась, была платная парковка внизу, да, она стояла пустая. Это вопрос тоже привычки человеческой людей, да. Наверное, года два или три она сделала бесплатной. Потом, буквально, я не помню, год или два назад, теперь нас снова сделали платной, и люди стали ей пользоваться. Люди тоже будут привыкать. Но при этом надо много других вопросов учитывать. Если мы сейчас, допустим, улицу Гончарова всю сделаем платной парковкой, будут проблемы у жителей во дворах. И здесь пойдет у нас так, сейчас идет бум шлагбаумов во дворах, не только в центре, но и в центре. А это законно, кстати, вот шлагбаум во дворе? Жители своего дома имеют право принять такие меры для себя, ограничивая въезд другим транспортным средством, потому что они уже сами не могут припарковаться. А сделав платную парковку на центральной части, мы провоцируем людей. Все равно будут искать возможность бесплатно припарковаться, и этой возможностью будут пользоваться. Здесь надо будет все смотреть. Во дворы будут заезжать. Это проблема многих городов крупных, где начинали это делать. Есть такие жалобы на такую тему? Нет, нет. Но сейчас-то нет пока, наверное. Согласен. То, что программу, проблему эту надо решать, и комплексно это точно. По поводу шлагбаума, мы уже видим, что многие дворы, улицы Красноармейская, и так далее, перекрыты. Конечно, это совершенно незаконно, когда 2-3 дома, там 3-4 этажных стоят, туда не подъедет ни скорая помощь, ни в случае пожара. Почему незаконно? Они же собственники. Там, конечно, проезд всегда муниципальный, земля там не может быть просто, это общая проезжая часть. То есть, если бы это частный дворик с одной семьей, я понимаю, но когда там живет 30 семей и стоят шлагбаумы, да еще в некоторых дворах по 2 шлагбаумы, ну, это я не понимаю. Это до просто пожарного случая какого-нибудь. Потом пожарная машина будет ломать. А в некоторых еще и стоят решетки железные, да, если посмотрите. Несколько выходов. Первый выход. Платные парковки надо делать точно. Второе. Наверное, надо все-таки делать муниципальные парковки, как в некоторых городах они есть. Понятно, что здесь нужны финансовые средства, я могу сказать, что их предостаточно в бюджете региона. Если посмотреть, как мы их расходуем, да, и на что их расходуем, ну, и тем другой передачи можно сделать, да. Вы прямо услышали. Сотни миллионов рублей просто валяются. Их, на мой взгляд, и на взгляд многих экспертов, они просто тратятся не туда. А почему муниципальные парковки? Или парковки ночные, скажем, крытые, там, трех-четырехэтажные. И место ведь есть. Место есть. Потому что мы последние 3-4 года видим, как во многих городах, это не только Ульяновск исключение, да, не является исключением, когда возникают небольшие торговые офисы, аптеки и так далее, и так далее, и так далее. То есть участки находятся. А если найти вот в центре, в Ленинском районе, и можно это найти было, да, несколько таких участков. А мы сейчас у Игоря Юрьевича спросим. Ну, он, может, и не знает, это не его тема. На улице Мира, большой, крытый парк, многоэтажный, построенный. Вот, типа такого надо делать. Он частный, да. Он частный. А мы говорим про то, что я приехала и где-то имела бы возможность оставить автомобиль. Муниципальных парковок таких сейчас нет. Нам вездение не передавались. Вот, а в планах нет. Да, решение какое-то. Даже около мэрии, да, в мэрии вот приезжают очень много же людей. Ну, там есть достаточно большая парковка, которая, кстати, тоже забита. Она забита, да. И забита именно в рабочий день. Ну, вот, знаете, у меня есть цифры. Рейтинг регионов по обеспеченности легковыми автомобилями. Правда, цифры 2016 года, я не думаю, что сейчас стало меньше. В среднем по России на каждую тысячу жителей обеспеченность легковыми автомобилями 285 штук. Это вот вы представляете? То есть у каждого третьего практически. А если мы учтем, что там у нас есть сельские районы, в которых меньше, и есть город, где больше. То есть в городе эта плотность, она еще выше. То есть это уже не 30%, это уже выше. Так вот, значит, Ульяновская область на общем фоне выглядит, мы находимся по обеспеченности автомобилями на 53-м месте. У нас 263 авто на каждую тысячу населения. У самарцев и в Татарстане чуть-чуть побольше, 307 и 309. И в Москве, так опять же, для сравнения, Московская область 347. То есть все так ровненько идут. У каждого третьего есть автомобиль. Ну, динамик-то очевидно будет увеличиваться. Конечно, тенденция едет к увеличению. Во многих семьях даже вот есть уже, да, по две машины. И что-то вот мне кажется, что проблему пятиминутной ходьбой от места парковки на улице Энгельса мы не решим со временем. Вот тут вопрос в первую очередь ГИБДД. Потому что если мы посмотрим на Москву, на Казани и на Самару, то там контроль за парковками, в том числе и за бесплатными, и за платными, там идет постоянно. Откуда информация? Личное наблюдение. Хорошо. Просто если ехать по Казани, там вот за водителем, который ищет парковочное место, за ним буквально сразу пристраивается эвакуатор, который готов, если он встанет не туда, эту машину сразу эвакуировать, и у водителя будет очень много проблем, в том числе и финансовых. И поэтому есть культура у водителей. У нас в Ульяновске встать в месте, где нельзя парковаться, также будут парковаться и на платных местах, на платных парковках, просто элементарно закрыв номер на машине. Вот если мы на Гончарово пройдем, вот около магазина Европы, там машины, вот они с 8 утра и до 7 вечера стоят с закрытыми номерами. Там парковка запрещена, и им за это никакие штрафы не приходят, потому что у нас в городе нет именно контроля ГИБДД, а такие вот эвакуаторы. Я склоняюсь к точке зрения, что одним повышением активности ГИБДД вот эту проблему не решить точно. В любом случае в Ленинском районе нужны 2-3 большие парковки, не так как у Интера, может, я говорю, 2-3 этажные, это можно делать, и возможно муниципальные парковки тоже должны быть. Так как я согласен, ведь многие дворы не только здесь, завод же забиты просто машинами, на газонах, уже на детских площадках. И если мы говорим о том, что любая политика, градостроительная, демографическая политика, социальная, должна быть направлена на то, чтобы жизнь людей улучшалась, то наш орган власти должен думать об этом, о перспективе, для того, чтобы населению было легче. Не так, чтобы пришел тот же инвалид, и две машины стоит, а он третью не может поставить, и он поставит за полчаса, и потом пойдет в налоговую инспекцию или еще куда-то. То есть вот эти проблемы должны решаться. Мы опять же рассуждаем с той точки зрения, как будто бы есть какой-то ресурс, вот это вот место для парковок, его просто не хотят выделять, распределять или еще что-то, или обустраивать. А на самом деле, вот в обозримом, как бы, в том пространстве, в котором мы живем, да, я не вижу, я не представляю этого места. Вот смотрите, многие жилые комплексы сегодня строятся, да, я правду, строителей нет у нас здесь из города, да, ведь вот в Нижнем Ногрое, в Самаре и в Казани однозначно первый, второй этаж – это парковки для жильцов. А у нас последние вот 3-4 года такие большие вот жилые комплексы строятся, у нас есть они? Нет. По-моему, только дом Номинаева имеет. Наверное, да. Соборный паркинг. То есть все машины там во дворе. И то, по-моему, в этом доме, не ради рекламы, а просто по факту узнавало, они, по-моему, продают это парковочное место при условии покупки жилья с какой-то определенной площади. То есть невозможно, в Казани тоже так делают. Даже небольшие со своим двором домики 3-4 этажные, в них обязательно парковочка внизу, 20 машин входит. Все не загружается. Опять же, эти парковки, они не очень популярны. У меня вот в доме тоже есть парковка, точнее, во дворе крытый паркинг. Но там парковочное место, вот просто кусок, он стоит примерно столько же, сколько однокомнатная квартира в этом дворе. Но это в собственность, да? Да, поэтому жильцы не особо рвутся там покупать места. Им проще поставить за домом, проще там на парковку за 30 рублей, на какую-то там полулегальную отдать. Но это немножко другая проблема. Для меня проблема все-таки загруженности города. Мне кажется, здесь надо исходить из понимания того, что спрос создает предложение. Вот мы сейчас говорим, что у нас нету парковок. Потому что действительно людям выгоднее ставить бесплатно, чем они будут платить. Это же проблема не только для центра города, это проблема для спальных районов. Особенно там по вечерам. Вот я, например, родитель, да? Я приезжаю домой, и у меня двор, он забит, как автосалон. Не с ребенком погулять, не пройти. И, наверное, я приезжаю из магазина, мне нужно взять вещи, дать это дома, их выложить и уехать там в гараж поставить. Но я не могу этого сделать. Потому что действительно у нас проще поставить бесплатно. Я думаю, что пока мы не пришли к тому, что владение машиной налагает на нас определенного уровня обязательства и дополнительные расходы, конечно же. То есть мы же не просим у государства бесплатного бензина. Мы покупаем автомобиль, мы понимаем, что ее надо заправлять, обслуживать, платить дорожные налоги и так далее. А культура того, что платить за парковку и стоянку тоже нужно, вот для меня нет никаких, абсолютно никаких возражений. Возвращаясь к теме разговора про парковки в центре. Вы правильно сказали, что если есть ресурс, он должен спляться эффективно. Центр города – это деловой центр. Это центр повышенной активности. Там очень много офисов, там очень много государственных учреждений, там очень много ресторанов и кафе. Люди туда приезжают решить свои дела быстро и эффективно и ехать дальше работать. То есть я, например, приезжаю в центр, мне нужно налоговую. Или мне нужно прийти в какой-то бизнес-обед. Я не могу встать. Вот Влад говорил, что можно прийти до... Влад может. Обращайтесь к нему, все советы. Здорово. Прямо очень завидуем. Я два дня приезжал, оставил машину чуть ли не около мем-центра, а потом шел далеко на Гончарова, чтобы провести какую-то бизнес-встречу. Далеко. Ну, минут 10-15 ходьбы. Если учесть, что у меня обед в принципе час, то, наверное, это как бы накладно. С одной стороны. С другой стороны, действительно, я согласен с Игорем Юрьевичем о том, что проблемы нужно делать комплексно. И те друзья, которые голосовали у меня в социальных сетях, и они же говорили о том, что многие бы согласились приезжать на работу на общественном транспорте, если бы он хорошо ходил, если бы у нас были вместо газелика автобусы, если бы они ходили четко по списанию в любое время, а не только в часы пик, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, согласен, здесь нужно какое-то комплексное решение, которое всех устроит. И даже, дополним, мы же не говорим, или там вы не говорите, никто не говорит о том, что нужно все парковки поменять на платные, и там бесконечно стричь деньги с несчастных жителей. Но ведь много возможных вариантов есть. Например, только часть какую-то сделать платными, какие-то пилотные зоны, либо, например, сделать первый час бесплатно. То есть, человек пришел, все сделал, уехал. Ну вот в Интере, кстати. Для того, чтобы оборачиваемость машинного места росла. Ну что у нас одно машинное место занимает одна машина в день, целый день, а что у нас это машинное место занимает 5, 6, 7, 10 машин в день. Вы уже как технарь говорите, просто системный анализ пошел. Это разница, совершенно верно. И вот, и там всякие социальные льготы. Я знаю, что вы участвовали в проектах по созданию таких систем для других городов. Да, по моему прошлому месту работы, в котором я работал до лета этого года, мы действительно занимались установкой парковок в других городах. Но я пока не буду называть, какие. Но это крупные города, в том числе и наши соседи, там попал Волжин. По какому пути они пошли? Там есть, опять-таки, много вариантов. Есть варианты, которые не предполагают городского финансирования. Например, это концессия, это государственное частное партнерство. То есть, кто-то берет в аренду улицу Гончарова, я извиняюсь? Не в аренду, а земельный участок, какие-то участки. На свои деньги реализуют там систему. А о чем мы говорим? Какую систему, да? О паркоматах. Мы говорим о системе платежей. Это биллинги, это порталы, это автоматизированные рабочие места для сотрудников муниципальных управлений, для контроля. Мы говорим о системах информационных взаимодействий с ЦАФАП, МВД, РФ. Мы говорим о системе фото-видео фиксации нарушений и так далее. То есть, как бы это решение комплексное. И средние расчеты говорят нам о том, что парковочная зона на 4 тысячи парковочных мест составляет капиталовложений около 80 миллионов рублей разово и еще около 190 операционных в течение года. Это 4 тысячи. Для Ульяновска такой анализ тоже проводился. И в центре города можно выделить не более полутора тысяч, ну, тысяча парковочных мест. То есть, в 4 раза дешевле это может быть сделано. — А это удовлетворит потребности? Я просто цифра не... Наверное, все-таки к Игорю Юрьевичу вопрос. Это удовлетворит потребности вот этого тысячи мест? — Проект тоже выходит на какую-то окупаемость взаимосвязанности от количества парковок, я так понимаю, мест. Потому что мы делали анализ, рассчитывали. То есть, как бы... Ну, опять-таки, сейчас взять те парковочные места, которые существуют, и просто сделать их платными. Многие из них я бы, например, просто ликвидировал. То же самое улицу Карла Маркса вдоль магазина. Сейчас он там переименовался. Раньше там было Техносила или Эльдорадо. Ее надо сделать нормальной четырехполосной дорогой. Оттуда парковку надо убирать. Я понимаю, желание подъехать к торговому центру, выйти, купить, уехать. — Ну, это, кстати, не самое проблемное место, поверьте. — Улица Карла Маркса не самое проблемное место. — Вот по моим ощущениям. — Не скажите. — Для меня, например, страшнее Спасская. Рядом с первой школой. Рядом с первой школой. Это просто такой непонятный затыл. — По культуре привоза, да. Это когда начинают всех детей привозить. — А это центр города. Это 12 часов дня. — То есть, летом Спасская дышит, в выходные она дышит, а в будние дни, в учебный сезон, она вся встает просто-напросто, да. Хотя там знаки стоят. Разрешено парковаться только в карманах. Но люди начинают на проезжей части останавливаться. — Что делать в этой ситуации? — Ну, во-первых, на этой ситуации должны наказывать. Это однозначно. Наказывать и выкуривать транспортное средство. И, во-первых, надо, скажем, понимать друг друга. Но ведь неправильно, когда водитель приезжает, перекрывает машину, бросает. Я на 2 минуты сейчас отойду. Ну, как так? Его так сзади прикроют на 2 минуты. И остается просто-напросто пробка. Потом трамвай остановился. Немножко в сторону кто-то неаккуратно ездит и прижался к трамвайной линии. В итоге все. Пробка на улице. Ее создать можно за 1 минуту. А рассасываться она будет буквально полчаса. — Ну, и в правилах дорожного движения нет такого понятия на 2 минуточки? — Нет, конечно же, да. — На 2 минуточки есть понятие в нашей совести. — Ну, вы ставите. У Лугасиниц-Венезы были места неплохие. Отдали ведь подстройку. Или как точечная застройка. Я насколько понимаю. Вот еще непонятно. Там неправильно отдавали. Там вот около казначейства был большой дом, допустим. Там где сейчас Макдональдс или что там строят. Еще забором огородили. То есть, надо же смотреть. Кто-нибудь анализировал. — Ну, там, по-моему, кстати, есть парковка. — Могли же крытую сделать, муниципальную парковку. Она бы столько могла машин, допустим, 3-4 этажа сделать. Вот правильно сказал коллега, что там первый час, допустим, бесплатно кто-то приехал. Зато могли люди посетить очень много деловых каких-то офисов. Ведь это центр города как раз, да. Там могли бы сходить и в первую школу. — Отлично. — Через дорогу. — За чей счет банкет? — Нет. Город. Город. А почему нет-то? Я не понимаю. Почему мы говорим, что вот все спасет частное государственное партнерство? А город-то что-то должен сделать? — Ну, это не стономический суд. — Для населения, да. — Ну, не знаю, вот лично на мой обывательский взгляд. — Я на прошлой передаче сразу нашел, да, вот сотни миллионов рублей. И здесь можно найти. — Городу сейчас нужно решать проблему с общественным транспортом, в первую очередь. Вот у меня такое ощущение, как у обывателя. — Нужно, обязательно нужно. Это большая проблема. — Если вот мы сейчас делим средства городские вот так вот. — Вы про автобусы? — Да. — Про автобусы, про трамваи. — А мы можем понять, почему вот в Ульяновске сейчас сложилась такая ситуация, что основной транспорт для горожан — это маршрутки и газельки маломестные. То есть вот Казань, Самара, отличные автобусы, которые ходят по расписанию, в них удобно, комфортно, быстро. То в Димитровграде по дике ходят. А у нас до сих пор, как там, извините, в деревне газельки ездят. Я просто не понимаю, почему. — В деревне газельки ездят? — Есть. — Вот смотрите, специфика, во-первых, города Димитровграда. Почему так в Димитровграде получилось? В свое время у него было два или три транспортных предприятия. И эти транспортные предприятия просто практически одновременно были выкуплены предпринимателями и продолжили работу. И они закупили сразу пазы, пошли. В городе Ульяновский система развивалась по-другому. То есть здесь, как грибы, начинали расти. Ну, чей частный бизнес, закупить частник автобуса. В то время его просто невозможно было купить их. И не продавалось больших автобусов в то время. Наш автозавод, газ, да, он быстро нашел эту, понял эту нишу. Начал заполнять автобусами малые вместимости. И, конечно же, они начали работать. Система транспортная, которая в городе создалась, начала она там с 98-х, 2000-х годов создаваться. Это просто хаотичный захват рейсов, маршрутов. И в последнее время она просто стала сама себя изживать. И мы видим, что за последние где-то 3 года закрылось порядка 12 маршрутов, в том числе и те, которые в свое время были очень интересные. Перевозчики за них дрались. Это вот я могу назвать 98-й маршрут, 2-й маршрут, 39-й маршрут. Ну, вы нам рассказываете то, что мы уже знаем, к сожалению. Я не буду глубоко уходить об этом. Но это требует действительно большого финансирования и вливания. У нас есть огромное преимущество. Когда нам делали москвичи программу комплексную, они это отметили, это оно так и есть. У нас больше 2-3 выделенных линий для трамваев. Но нам опять-таки надо ликвидировать все эти заезды через трамвай. То есть сделать дороги-дублеры, чтобы они только в одном месте трамвайной линии пересекали, а не у каждого дома в 2-3 местах, как вот, например, Кирова-6. Ну, так тоже нельзя делать. Здесь надо комплексно подходить к этим вопросам. То есть трамвай, троллейбус однозначно надо развивать, поддерживать и потихонечку менять систему. В итоге дублеры это одна проблема, а есть другая проблема. Я не знаю, сознательно, несознательно, но ключевые городские трассы их просто запирают. Запирают за стройкой, да? За стройкой. За стройкой запирают. И причем давали разрешение строиться крупные даже торговые комплексы. Пример. Это створ Нариманова-Урицкого и выросший там дом, где вот эта вот паутина, или как там называется. То есть эта трасса должна была дальше проходить. Сейчас в итоге вот дом, который, надеюсь, все-таки достроится, на Бугинской вот этот вот большой корабль, если он сдастся, я не знаю, как там будут люди жить, как они будут заезжать и выезжать оттуда. Там дороги практически нет. Есть какая-то политика городская в этом отношении? Это тема другой передачи, скажем, не всех моих полномочий. Давайте я уклонюсь от этого вопроса, честно скажу. Хорошо. Гости? Гости во многом согласны, что проблема только комплексна, но и я думаю, что у многих проблем есть фамилии, имена и должности. Ну это как всегда, это как везде. Ну я бы начал с того, что действительно нужно подтвердить, что проблема есть, что как бы ее нужно решать. То есть продолжить. Ну вот, может быть, какая-то рабочая группа нужна, или какая-то комиссия для того, чтобы ей просто начать заниматься. Выяснять все заинтересованных сторон. Выяснять порядок действий. Там посмотреть на нормативные регулирования. Там стороны тоже муниципалитета. А что у нас с дорогами? А все эти дороги там условно оцифрованы, чтобы понимать, какие можно участки, какие нельзя выделять. Посмотреть, а что у нас с регулированием в области штрафов за неправильную парковку. Потому что если у нас не будет системы эффективного контроля за соблюдением правил парковки, то ни один проект работать не будет. Ну, кстати, я вот на эту тему приглашала представителей из ГИБДД, но они, к сожалению, не нашли возможности ответить на наши вот эти вот вопросы. Например, в моей логике, я извиняюсь, что я перебила, намного выгоднее было бы, я продвигаю тему платных парковок, я извиняюсь, намного выгоднее было бы получить деньги с платных парковок, чем штрафы за неправильную парковку. Я не согласилась с вами. Вот в чем. Здесь, во-первых, нужно не противопоставлять, а нужно суммировать. Дополно. Штрафы за неправильную парковку, это тоже муниципальный бюджет, если я не ошибаюсь. Все это не федеральные деньги. Областной бюджет. Ну, регион. Оригинальный. Вот если посчитать на пальцах очень грубо, и там сделаются порядка тысячи парковочных мест в центре, и даже с учетом всех льготных, бесплатных часов и так далее, то по примерным прикидкам будет около двух миллионов рублей в месяц чистых поступлений в бюджет. И примерно на треть или даже в полтора раза больше будут штрафы. То есть если вот сравнить два финансовых потока, там финансовый поток за парковки, финансовый поток за штрафы за неправильные парковки, то вот практика показывает, что штрафов больше. Но этим нужно заниматься. И здесь даже не только ГИБДД этим можно заниматься. То есть опять же, вариантов очень много. Ими нужно заниматься, просто нужно как бы начать диалог и разговаривать. Одним из вариантов является, например, создание муниципального казенного учреждения, которое будет просто фотографировать. Заниматься фиксацией. Нет там чистого номера. Там листик на номере подойти, снять этот листик, сфотографировать. Но почему это не может делать ГИБДД? Зачем опять что-то создавать? Насколько я понимаю, ГИБДД это все-таки федеральная структура, и они ограничены в ресурсах. А если будет какое-то муниципальное казенное учреждение, то оно этим будет зарабатывать. Это их деньги. У них на это будут ресурсы. То есть снял номерочек, оформил. Есть технология, при которой факт выявления штрафа не обязательно должен быть выявлен сотрудниками ГИБДД. Может быть, уполномоченная организация, которая провела фото-видео фиксацию, направила документы в ЦАФАП, Центр автоматической фото и протокол-код, и которая принимает эти данные, на основании их выписывает штраф. То есть если у ГИБДД нет для этого силы, ресурсов и желания, то муниципалитет, зарабатывая на этом, и не вкладывая в дополнительных средств, может вызвать такую работу. Но опять же, это присловие, что у нас платные парковки есть, что мы их контролируем, что мы тщательно следим за их состоянием. И мне кажется, это будет повышать культуру вождения в регионе и приведет к улучшению ситуации. То есть мы же говорим не только о возможности к какому-то человеку подъехать и решить свои проблемы, мы говорим, в принципе, о повышении продуктной способности. То есть не будет вторых рядов парковки. Потому что люди будут ходить и фотографировать. Какой идеальный мир? И просто люди будут знать, что санкция за это неотвратима. То есть если я встал с нарушением правил дорожного движения, и там утошел на две минуточки, то жди. Как бы письмо счастья. Но это же дисциплинирует стильно. Счастливый человек, у которого всегда есть парковочное место. Бывают штрафы за неправильную парковку, честно? Лично у меня все штрафы, которые мне пришли, я спорил. Потому что вот эти вот паркованные работают слишком плохо. А каким образом? Ну, они просто неправильно читают знаки, которые у нас в городе заустановлены. Знаки дорожные, да? Да, да. Так что все обратите внимание на штрафы, которые приходят. У меня, ну, за прошлый год я три штрафа. У меня вот все мои штрафы за парковку, все три я спорил. Потому что там неправильно были просчитаны знаки. Но мне ответили, что там из-за каких-то зеркальных окон у них сбился сигнал в GPS. И поэтому они мне выписали штраф. Чудесно, повезло. Так что нужно обратить внимание. И в нашем сюжете, который мы в самом начале смотрели, люди сказали, пусть решают специалисты. Тем не менее, люди за парковки, за дополнительные парковочные места и готовы платить. Резюме нашего разговора. Каковы перспективы решения все-таки, Игорь Юрьевич? Мое личное мнение, как жители, в первую очередь, да, пусть они будут, эти платные парковочные места, но их надо выделять вне зоны дорог. Дороги должны быть для движения, а не для стоянки транспорта. Если мы дороги будем забивать машинами, сейчас, скажем, в центре города, ну, большой проблемы с интенсивностью движения нет. И будет она парковка платной или бесплатной, от этого интенсивность и скорость движения как бы не увеличится. Пока у нас тоже количество автомобилей какое есть, но количество автомобилей будет расти. Оно будет расти, да, конечно же, сейчас достаток у населения растет, и автомобиль становится уже не роскошью. И студенты вполне, как он говорит, в Германии там ездят школьники. Думаю, скоро у нас тоже уже, если будут раньше правополучатели, дольше учиться. В первую школу тоже самое. Будут ездить, да. Поэтому, почему бы и нет, да, но должно быть и альтернатива должна быть, обязательно альтернатива. Пусть она будет подальше, но должна быть альтернатива. Мы не можем сделать все места платными. Мы не говорили про дороги. Мы не говорили о платных парковках на дорогах, тем более на основных центральных улицах. Мы говорили о тех местах, где можно, вне дорог, конечно, такие парковки нужны. С точки зрения закона еще вот такой вопрос интересует. Вы видите какие-то факторы, которые вызовут жалобы населения? Может быть, какие-то коррупционные, которые можно было бы изначально избежать, выстраивая вот эту систему? Ведь если все будет грамотно с специалистами, мы же говорим несколько раз про специалистов, если все будет рассмотрено со всех углов зрения, при консультировании с теми, кто работает в этом вопросе и разбирается, никаких составляющих не будет коррупционных. Очень хорошо. Дорогие зрители, на этом наш разговор закончен. Ну, наверное, мы к какому-то решению все-таки не пришли. Слишком сложно и умозрительно, но проблему обсудили. Ну что ж, разговор состоялся. И наша студия свободна для новых вопросов и для новых экспертов. С вами была Александра Раевская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова